Если вы хотите узнать, как Аризона запускает новый сервер, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Не так давно я с вами обсуждал открытие 12 сервера Аризона РП. И вот через буквально несколько дней, несколько недель, уже даже, знаете, запустился открытый бета-тест Аризона Мобайла. И вот Аризона Ролиплей запускает свой 13 сервер. Давайте в данном видеоролике я с вами немного подискутирую на тему того, а вообще правильное ли это решение. Ну вот в самом деле Аризона Ролиплей красавчики, или они все-таки повторяют судьбу сам ПрП. Вот это вот, знаете, насущный вопрос, который вот и под этой новостью, как бы где бы она ни писалась. То есть все равно, так или иначе, вот пишут то, что Аризона Ролиплей рано или поздно, так или иначе, в какой-то степени повторит судьбу сам ПрП. Непонятно, что данные люди вообще имеют в виду, потому что Аризона Ролиплей запускает уже там, я не знаю, какой-то 13-й, вот уже сервер она запускает. А так говорили, начиная с 8-го. И как вы видите, никакую судьбу сам ПрП она не повторила. Интересно, почему? Ну давайте я немного вам поподробнее обо всем этом расскажу. Возможно, кто-то из вас вообще все это не знает. Но перед всем этим, пожалуйста, подпишитесь на мой телекрам-канал. Там выходят все вообще новые посты, все инсайды. Допустим, там вы можете узнать название нового самп-обзора, который должен выйти уже, знаете, или вот-вот. Вот скоро я его уже, я не знаю, пишу, а скоро начну его монтировать, озвучивать. Там склейки прямые, непрямые, туда, не сюда. Поэтому, если вас все это заинтересовало, то заходите как бы по ссылочке в описании в мой телекрам-канал. Потому что вконтакте, вы знаете, посты он не особо продвигает, а вот телеграмчик, вот это вот там, да. Вот там вот самое то, что мне всегда было нужно. Поэтому заходите и узнавайте обо всем там. Это такая, знаете ли, рекламная кампания в середине видео. Давайте все забудем обо всем этом. То есть кому надо, а те подпишутся. Кому не надо, те будут смотреть ролик немного дальше. Так вот, 13-й сервер Аризона РП. Называться он будет Кингман. То есть в честь настоящих таких, знаете ли, штатов Аризона РП, вот называются эти самые сервера. То есть это реально существующие штаты, где-то там, знаете, вот в этой вот Пиндосе, во всей этой Америке, неправославной абсолютно. То есть там вот существуют как раз-таки все вот эти вот штаты, как были на Аризона Ролеплей. Ну, в смысле, были, они и есть. Я вас, кстати, если что, зову поиграть на Аризона РП Феникс. Это как бы первый самый штат, который открылся. Поэтому если вас все это, как бы, ну, интересует. Если вас все это, во-первых, заинтересовало, во-вторых, вы всегда хотели поиграть. То, разумеется, можете зайти по айпишнику в описании. Однако, люди, ну вот вы что, не видите, что это донат-машина? Она вас прям вот губит, я не понимаю. Они уже 13-й сервер открывают, лишь бы донатов с вас побольше выкачать. Этот валик там, сука, сидит, блять, вертолеты себе уже напокупал, сука, яхты некуда ставить. Ну, ребят, ну вы уж одумаетесь как-то, я не знаю, ну в самом деле, ну чё это такое? Вот вы знаете, Аризона Ролеплей запустили открытый бета-тест Аризона Мобел. Разумеется, желающих по игре достаточно много. Это можно определить даже по количеству просмотров на моих недавних видеороликах. То есть там, я не знаю, уже ролику прошло сколько там, 3-4 дня, возможно, с его публикацией. 7000 просмотров. Это уровень какого-то, наверное, я не знаю, Делорензи, возможно. То есть там, какого-нибудь, я не знаю, Ричи Голиани, Ричи Энд Шейн, там и вот все вот эти вот прочие люди. То есть, например, вот знаете, их уровень, когда ролик вот за примерно где-то 4 дня, возможно, за неделю набирает вот столько, возможно, уровень, я не знаю, какого-нибудь Владислава Павлова или вот наподобие того, что там такое есть. Давайте не будем во всё это углубляться. Так вот, всё это, оно как бы есть. Да, вот мы просто это берём. То, что Аризона Ролеплей как бы выпустила открытый бета-тест Аризона Мобел. И, разумеется, ажиотаж возрос. То есть, количество игроков, желающих поиграть, их много, а серверов, скажем прямо, мало. Потому что с мобильного клиента зайти на проект, ну, практически невозможно. Ну, вот я пытался зайти в какое-то такое, знаете, или вот в самый час пик там 4-5, возможно, 6 часов, и ничего подобного у меня вот сделать не получилось, потому что много действительно игроков играет на Аризона Ролеплей. И вообще ты не знаешь, что со всем этим делать-то. Ну, в самом деле, ну, ну, как вообще такое возможно-то, я не понимаю. Ну, вот, и всё. Ну, и как бы, разумеется, ажиотаж возрос, а вместе с ним как бы запулились все остальные сервера. И, то есть, количество желающих поиграть, их много. И вот, по моему личному мнению, Кингман, вот этот вот 13-й сервер, он открывается именно для людей вот с мобилок. То есть, они, знаете ли, только узнали обо всём этом, а только разобрались, как всё это установить, только, возможно, пофиксили какие-либо баги. И вот теперь они вот более-менее как-то хотят поиграть. Именно для этого, я думаю, что открывается Кингман. Для того, чтобы, типа, люди могли реально там с телефонов начать прокачивать более-менее свой аккаунт. Да, на телефоне есть большое количество багов, которые уже там Аризона Ролеплей начала исправлять. То есть, мне о них часто писали. Я постоянно перенаправлял людей в группу Аризона Мобайл. Говорю, вот, напишите туда. Они постараются во всём этом разобраться. Они говорят, всё, мы написали, мы всё сделали. Нам ответили, сказали, что да, это вот мы исправим, постараемся что-то вообще со всем этим сделать, и всё вообще будет нормально. Поэтому как-то вот так вот. И когда Аризона Ролеплей на Аризона Мобайле исправит все вот эти вот баги, которые сейчас в данный момент там имеются, то я думаю, что вот прям ажиотаж возрождёт ещё больше. Потому что есть действительно некоторые ошибки в Аризона Мобайле, которые, ну, непонятно откуда берутся. Вроде бы и системные требования подходят, и памяти на телефоне дофига, и там, знаете ли, отключили плей-защиту, как я советовал в одном из своих недавних видеороликов. Но вот всё равно ничего такого не получается. То есть не получается зайти, там, не получается, во-первых, скачать, во-вторых, зайти. Там у кого-то какие-то краши происходят, даже когда уже вроде как всё скачалось, то есть весь кэш, всё уже скачали там откуда-нибудь с ПДА, лайфа, там, возможно, даже сам клиент Аризона Мобайл всё загрузил. Тем не менее, скачать почему-то до сих пор не получается. Люди до сих пор бьются, вот говорят, да, блядь, да я хочу уже поиграть на Аризона Мобайл, я купил себе телефон, там, мне подарили на день рождения и так далее, я хочу поиграть, дайте поиграть, а они, к сожалению, не могут, потому что, ну, большое количество багов, и плюс большое количество онлайна на всех серверах. Поэтому мне кажется, что на этом сам Кингман будут играть преимущественно с телефона. Возможно, я сейчас ошибаюсь, однако, если вы, допустим, смотрите данный видеоролик с телефона, то напишите об этом в комментариях. То есть я почитаю, я вообще всё это проотмечаю, и вот скажите, работает ли у вас Аризона Мобайл. То есть, ну, вот как-то так, допустим, я смотрю, там, я не знаю, с 7-го Андроида и Аризона Мобайл, у меня вот почему-то не работает. Или я там смотрю, я не знаю, с 10-го Андроида, да, там, с Google Pixel, и у меня вот Аризона Рулиплей благополучно работает. Не знаю, что там, кто что стонет, у меня как бы всё нормально. Поэтому я думаю, что я всё доходчиво объяснил по поводу Аризона Рулиплей Кингсман 13-го сервера, поэтому если вам всё это понравилось, можете подписаться на канал, отписаться от канала, лайк, дизлайк, а также обязательно подписочку на мой телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok